Не включил запись. Прошу прощения. Как меня слышно, кстати? Добрый вечер еще раз. Дайте мне плюсиками знать. Отлично, Наталья, спасибо. Вы уже за всех практически ответили. Благодарю всех, друзья. Спасибо. Спасибо. Пойдем дальше. Я в какой-то момент изображение выключу в пересообразности экономии энергии, потому что интернет под вечер прыгает и так будет несколько рациональный. Но пока пускай я тут буду перед вами еще появляться. Я прошу прощения, тут у меня появился человек, помешал нашему вебинару. Так, значит, пойдем дальше. Таким образом, давайте начнем, или вернее продолжим по поводу акций. Готовится сейчас запись, и не надо будет больше на вебинарах полдычить об одном и том же. И я поэтому все-таки, чтобы выполнить свое обязательство или обязанность, или обещанное сделать, воспользуюсь тем, что было подготовлено у нас для ответов в виде видеоролика. И обычно люди задают такой вопрос, что такое ЕРССХЛ, и где зарегистрировано, кому она принадлежит, что это за компания. Я воспользуюсь, значит, схемой, которая у нас здесь есть, и покажу на ней, что это такое. Вот это компания, Евразиан, Рейл, Скайвей, Системс Холм. Компания зарегистрирована на территории британских Виржинских островов. Это британская заморская территория Британии. На дату регистрации 100% акций этой компании составляли 60 миллионов, 160 миллиардов, 130 миллионов и так далее. То есть практически 60 миллиардов. Вот она здесь, эта цифра. Вот Unisky Corporation, которая... Значит, значит, вот она Unisky Corporation. Вот, но фактически это акции, 15% привилегированных акций этой компании. Теперь юридическое и стратегическое обоснование перевода акций в ЕРССХолдинг Лимитед. Значит, вы знаете, я бы сказал так, что акции никуда не переводятся. Они как принадлежали этой компании, так и мир принадлежат. То есть, скажем, акционер, он не переводит свои акции. Он просто обозначает принадлежность этой акции ему. И поскольку акции, как бы, в процессе привлечения инвестиций становятся предметом залога, да, и переходят во владение широкого круга лиц, то для получения прав акционера лицо должно быть занесено в реестр компании. Теперь, поскольку этот реестр компании, а ЕРССХолдинг или Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг, акционерное общество, оно обязано вести свой реестр акционеров. Это, естественно, для каждой компании, независимо от страны, ее принадлежности, ее регистрации. И таким образом, чтобы, следовательно, компания обязана иметь полный реестр, учтенный, учет всех лиц, кому, сколько и каких акций принадлежит. Таким образом, вот такой ответ на этот вопрос. Теперь пойдем дальше. Значит, с каких инвестиционных краундинвестинговых платформ, площадок SkyWay осуществляет перевод акций в ЕРСС Холдинг? Еще раз повторю, перевода акций никуда не происходит. Он, как бы, система компаний или группа компаний SkyWay, она осуществляет инвестиции и взамен человек получает акции. Таким образом, что акции путем перехода из залога во владение оказываются в собственность тех, кто инвестировали через сделки со SkyWay Capital и РСС Системс. Пока только эти две компании обеспечивают непосредственное приобретение этих акций прямо в собственность того акционера, который заносится в реестр Евразин, Рейл, SkyWay, Системс Холдинг. Следовательно, никакого перевода акций не осуществляется, просто между компаниями никто никуда не переводит. Человек просто, конкретный инвестор, регистрирует свои акции. О переводе говорить здесь не приходится. Во всех случаях вы имеете дело с внесением вас, как акционера, в реестр принадлежности вам акций компании. Есть маленькое «но» в отношении SWIG. SWIG владеющим или владельцем акций является офшорная компания SkyWay Invest Group, которая, в смысле ее акционерный капитал всего лишь 3000 долларов. И она обещает, ну дает обещание, обязательство, что человек, купивший там определенный какой-то пакет, он в подарок получает, получает, это обещается ему, он получает определенное количество акций. Я точно так же являюсь акционером SWIG, но до того момента, пока я не оформил мою принадлежность или принадлежность мне акций, я не стал акционером. Я это сделал, сейчас производится перевод этих, как бы, в реестр принадлежавших или принадлежащих мне акций. Я обозначил свое желание стать акционером. До тех пор, пока я в заднем кармане держал обещание, что мне будет выделен такой пункт. Сейчас этот процесс исполнения или выполнения этого обещания находится в процессе и происходит соответствующее занесение в реестр вот этой компании, ERSS Holding Limited или акционерного общества. А Skyway Capital и RSV Systems, там ничего не надо никуда не переводить, ничего происходит, просто занесение с каждой сделкой инвестиций, происходит занесение этих акций в реестр. Этапы переоформления для головной компании, для фондов, для инвесторов. Каковы эти этапы? Задают люди вопрос. Этапы для всех одинаковые, но процедуры немного различны, как я уже говорил, по этапам. Первое, это внесение в реестр компании всех инвесторов в порядке очереди. По какой очереди? Дело в том, что мы с вами, Иванов, Петров, Маслов, Татьяна Петровна или еще кто-то, или какой-то господин Смит, мы покупаем различное время, и поэтому как раз на этот момент, как происходит это оформление. Но акции должны быть в реестр занесены от первой до N последней акций по тому числу, как они есть. И поэтому каждый попадает в какую-то свою реестровую определенную ячейку со своими акциями. Это непростая процедура, и это занимает времени, чтобы всех тем, кому когда-то было что-то обещано, или кто-то когда-то купил в текущем процессе из Кавей Кэпитал или еще откуда-то, нужно четко человека разместить, вернее, акции, принадлежащие человеку, четко должны быть обозначены в конкретной ячейке этого реестра. Далее эти данные передаются в зарубежную компанию, ведущую регистр Евразия НРЭЛ в Кавей Системс Холдинга. Акционер получает в личном кабинете РСВ в системе соответствующий сертификат подтверждение из внутреннего реестра этой компании, вот этой компании, да, вот, и реестр. При желании акционер может получить выписку из реестра этой компании, из регистра акций компании, которая является держателем, регистровым держателем. Это дальше будут вопросы, я объясню. Как часто можно переводить акции в ЕРСС? Холдинг Лимитед. Я почему улыбаюсь? Потому что опять переводить акции, не переводить акции, а оформлять акции на предмет их как бы владения. И тут еще дописано, что от какого количества акций возможен перевод вот в эту компанию. Сколько купил, сколько перевели. Поэтому где-то я видел, по-моему, в СВИГе было там, что-то начиная от 10 тысяч акций. Не берусь судить, это как бы такое лирическое отступление. В компании Skyway Capital не происходит перевода регистрации в реестре по мере вступления в владение акциями и в соответствующие количества данные передаются определенными накопленными базами ежемесячно. Накапливаются данные в Евразии, НРЛ, Skyway Systems Holding и передаются один раз в 12 месяцев в компании реестр держателю или в регистровую компанию, которая находится на Кипре. Я дальше скажу еще о ней пару слов. Так, задается вопрос, перевод в этот Евразийн Рейлс Кавейс Систем Холдинг или регистрация, это платная услуга для частного инвестора. Ввод в реестр, это бесплатная операция, это обязательство и обязанность вот этой компании этим заниматься. Так что это ее святая обязательность. Я здесь вам еще больше скажу, что фактически, смотрите, здесь есть компания Global Transnet Investment, которая как бы как чьими акциями владеет или акционерным капиталом этой компании являются акции, вот эти 15% привилегированных акций этой компании, они являются и составляют так называемый акционерный капитал вот Евразийн Рейлс Кавейс Систем Холдинг, на основании которого, а это 60 миллиардов, как я уже сказал, на основании этого Евразийн Рейлс Кавейс Систем Холдинг выпустила свои акции. И вот она обязана держать реестр акционеров своих, ровно как GTI держит акционеров, которые принадлежат, и эта компания является там у нее, в реестре, как бы, ну, владельцем этих акций, вот 60 миллиардов акций. Таким образом происходит процесс накопления и регистрации акционеров Евразийн Рейлс Кавейс Систем Холдинг. Но здесь есть такой еще нюанс, и это ее обязанность, что ее уставной деятельностью Евразийн Рейлс Кавейс Систем Холдинг не является никакой бизнес, а соблюдение интересов и держатель реестра акционеров, инвесторов, малых инвесторов. А Глобал Транснет Инвесмент, ее задача, так называемых крупных инвесторов или системных инвесторов, соблюдение интересов и держатель реестра этих инвесторов. Таким образом, мы можем сегодня сказать, что, и это так, юридически, что Евразийн Рейлс Кавейс Систем Холдинг все акционеры этого или сама эта компания, она держит акции, которые являются привилегированными акциями. А что такое привилегированные акции, вы уже знаете, я повторюсь, что это так называемая обеспеченность 20% распределения прибыли или получения прибыли из того, что получит доходов, из которых получит GTI. Она обязана отчислить владельцам привилегированных акций, то есть этой компании, эти 20%. У этой компании нет никакой другой деятельности и вся прибыль, полученная от годового какого-то дохода, она уходит практически на распределение дивидендов своим акционерам, то есть тем, кто обрели и какое количество, а в целом на все вот эти, на 60. Предположим, продано только 10 миллиардов акций, вот на эти 10 миллиардов получено 60 миллиардов, например, дивидендов, вот эти 20%, они разделяются на 10 миллиардов, то есть по 6 долларов на каждую акцию. Таким образом, можно и эти самые акционеры получать свои дивиденды. Другой деятельности, на какие-то другие проекты, проектами эта компания не имеет права заниматься. Но, скажем так, продавать или же используют эти акции, направляя на какие-то адресные проекты, сейчас является, инвестируют люди, которые приобретают эти акции, инвестируют практически, компании инвестируют в экотехнопарк, которого его, как бы, проектная стоимость 30 миллионов долларов. Но в связи с этим происходит такая, такая вещь, что эти, что накапливаются эти средства, и практически это является первым адресным проектом. А другие, последующие адресные проекты будут уже в зависимости от того, какой адресный проект и как будет получаться. Поэтому, сейчас мы движемся дальше, я расскажу, значит, или вернее, зачитаю следующие вопросы. Каковы конкретные шаги инвестора по поводу акций в Евро Азен, Rail Skyway Systems Holdings? Я повторюсь, я тут говорю, что акции не переводятся, акционер, который желает вступить в право владения акциями, должен это просто оформить. Вот и все, дорогие друзья. В Skyway Capital и RSV Systems эта процедура предусмотрена в личном кабинете при каждой инвестиции. И тут нечего вообще говорить на эту тему. Инвестор подписывает соответствующий договор, и этим запускается процесс его регистрации в реестре акционеров компании Евразия, Rail Skyway Systems Holdings. То есть, вот в этой компании. В SWIG человек, купивший обучающий инвестиционный проект по пакет, он получает право на использованный подарок в виде акций. До того момента, пока он не изъявил желание стать акционером. До того момента он просто имеет какое-то обещание, и все. И ничего больше. К сожалению, или к счастью. Таким образом, следующий вопрос. Сроки перевода акций инвесторов опять перевода акций. Не акции не переводятся. Осуществляется процесс регистрации из фондов в Евразии, REL Skyway Systems Holdings после заполнения соглашения о переводе. Но это не соглашение о переводе, а если это касается, скорее всего, даже к каждой компании, подписывается договор или соглашение о регистрации. То есть, человек изъявляет, инвестировал, он изъявил желание, хочу войти, чтобы меня в Skyway Capital и в RSV Systems это происходит автоматически, а дальше я уже больше не буду повторяться по поводу SWIG. В остальных в SWIG это процедура определенная, а в остальных фондах это делается автоматически. В целом в течение месяца происходит регистрация или занесение в реестр, где инвестор может проверить наличие своих акций в Евразии REL Skyway Systems Holdings. У инвестора появится возможность ознакомиться в личном кабинете RSV с выпиской из реестра для получения информации о принадлежащих ему акциях в реестре вот этой компании Евразии REL Skyway Systems. Евразии REL Skyway Systems Holdings. Ну вот. И дальше, дальше, если человек пожелает получить на бумажном носителе, то это достаточно другая процедура. Скажем, осуществляется рассылка внутреннего реестра по из России и из Москвы, а если человек хочет получить выписку из регистра международного лицензированной компании, которая находится на Кипре, то для этого надо тоже заявить, ну как бы заявку поставить, и это уже стоящая процедура, она стоит там определенную сумму до 150 евро, может обойтись это, скажем так, на один заказ. Там сегодня у меня на дневном вебинаре люди вроде бы говорили, что можно на один адрес несколько пакетов, но эту процедуру я не берусь сегодня комментировать, я уже там сказал, что это можно по всей вероятности будет сделать, но тогда должен быть, скажем так, эти люди все в одновременно должны быть в одном месте и кулер, который привезет или доставит эти пакеты оформленных на соответствующей бумаге по международным правилам, которые являются вот этими бумажными носителями акций, принадлежащих конкретному товарищу человеку, но и там каждый получит уже под соответствующую расписку от него. Может быть это обойдется несколько дешевле, не знаю, но в принципе такая процедура возможна. Как заказать выписку из Евразии НРЭЛ Skyway Systems в порядок действий будет дан в виде инструкции в личном кабинете из Skyway Capital и RSV Systems. Как найти информацию об независимом регистре, где он находится, физически, как его найти в интернете. Полное номинование регистра. Вот этого регистра, который является реестродержателем компании Евразин RailSky Systems Холдинга. Но компания реестродержатель находится в Республике Кипр. Мы не раскрываем эту информацию из соображений конфиденциальности в таком широком кругу, в интернете, на вебинарах и так далее. При заказе документов от компании реестродержателя, регистродержатель, наименование этой компании и адрес будет указано почтовой корреспонденции. Вот такова информация. Какой категории акций получает инвестор после переоформления или внесения в реестр Евразин RailSky Systems Холдинга? Это акции, как я уже говорил, этой компании, которая является держателем или ее капиталом являются так называемые 15% привилегированных акций, но получает человек конкретно нормальные класса А, нормальные номинальные стоимости, 1 доллар каждая, это акции вот этой компании. Но я еще раз повторюсь, что поскольку у этой компании другого вида деятельности нет, то фактически это является прямым деривативом акций, являющихся основным капиталом, акционерным капиталом этой компании. И все блага и пользы, которые получаются от этого переносятся на эти акции, то сканально. Какими будут акции, если инвестор не станет оформлять перевод или регистрацию, я так бы сказал, акции в реестр евразин рейс рейс ковей сколден. Да никаких акций не будет, человек не будет, он не владеет, акция никак и есть акции, но они не будут, ну они к нему никакого отношения не имеют, они будут принадлежать тому, кому они принадлежали, или тому, кто являлся посредником, и если процедура не осуществлена до конца, то она просто не осуществлена до конца. Так, друзья, я сейчас посмотрю, тут сыпятся какие-то вопросы, вы тут сами друг другу отвечаете, так, доброго вечера всем, звучала цифра около 250 тысяч, не знаю, чего там было про 250 тысяч, я этого не говорю, а тем, кто купил акции в СВИК, в рассрочку, и когда можно перевести, да, как только платите рассрочку, так, скорее всего, и будет оформлено, по крайней мере, у меня в рассрочке так написано, инвесторов раз 200 меньше, зарегистрировано, ну, это не важно, сколько зарегистрировано, сейчас уже где-то около 300 тысяч всех инвесторов там, где сколько, потому что, вы же смотрите, у нас есть три площадки, и везде свои, чем отличается СВИК от СКОВЕЙ Кэпитал, рыбаков спрашивает, да, практически тем, что это разные просто компании, СКОВЕЙ Кэпитал является как бы площадкой, которой владельцем СКОВЕЙ Кэпитал является ЮНИТСКИЙ Корпорейшн или ЮНИТСКИЙ Корп, и практически она является площадкой, которая, фондом, который обеспечивает, как бы он является так называемым агентом по передаче акций в счет сделки инвестиций конкретно инвестору, и все. А СВИК он является компанией, которая учреждена как фонд, и она сама держит акции GTI в каком-то размере, там я точно не знаю, сколько у нее является, но эта компания СВИК, она, ее акционерный капитал всего 3000 долларов, а что там у нее в сейфе находится, это никто не знает, и поэтому как бы с одной стороны она располагает определенными привилегированными акциями этой компании, но акции она имеет право всем выдавать только конкретные акции Евразин Skyway Systems Холдинга, ничего другого, эти акции не раздаются никому, это так написано в уставе GTI, то есть Global Transnet Investment, для информации друзьям, которые хотят это знать. Так, на сегодня хватает ли активных инвесторов, которые инвестируют каждый месяц для завершения? Вы знаете, в какой-то степени процесс идет достаточно активно, друзья, вот, объемы необходимые обеспечиваются, график выдерживается, и можно сказать так, что, но вы посмотрите, я тут написал, что видите, 300 миллионов адресный проект или так называемая проектная стоимость этого, ну, скажем, экотехнопарка, но эта стоимость проектная уже, как бы, она рационализирована и уменьшена как минимум на треть, даже больше. Я могу сегодня сказать с уверенностью, что себестоимость этого проекта будет ниже 200 миллионов, это точно, потому что один только вариант, смотрите, этого самого экотехнопарка, я уже повторяюсь, но повторение мать учения, как я сегодня уже говорил, то, смотрите, вот эта трасса, она предназначена для сертификации городского и скоростного транспорта. Теперь, по международным правилам, чтобы транспорт, которого скорость разгоняется до 500 километров, сертификационно-испытательный, вернее, правильнее сказать, сертификационный участок был бы не менее 45 километров. Теперь реактметика очень простая, 45 километров, а то, что Юницкого, конструкторское бюро Юницкого смогло найти решение через мотор-колесо, то эта технология новая, она позволяет осуществлять все те же процедуры разгон, скоростной участок и участок торможения, все эти процедуры осуществить на 15 километров. Что это значит? 45 минус 15 мы получаем 30 километров. Очень просто, арифметически умножаем каждый сэкономленный километр как минимум на 2,5, а что такое 2,5 миллиона? Это стоимость одного километра самая низкая, это при скоростной трассе, да, она может 3,5 быть, и поэтому возьмем на самому минимуму на 2,5, на это получаем уже 75 миллионов, 300 минус 75 мы получили уже 225. Я сейчас не говорю о других эффектах от того, что в эксплуатацию берется новое совсем решение мотор-колеса. таким образом идем дальше, друзья, и заканчиваем сейчас тему с акциями. У меня тут последний вопрос. Какими будут акции с инвесторами? ну, я уже ответил, пардон, извиняюсь. Таким образом, я выполнил свое обещание о том, что рассказал вам про акции. Я посмотрю, тут есть ли еще вопросы, есть ли еще вопросы, если их нет, то пойдем сейчас дальше. пойдем сейчас с вами дальше. Каким образом будут проходить продажи акций акционеров после выхода на IPO? Ну, вопрос хороший. Значит, каким образом? Акции не будут продаваться, акционер будет сам на IPO продавать свои акции. Он же является членом, ну, как бы владеет регистром, он находится в реестре, и он просто говорит, что хочу, например, дает через интернет, электронно, дает распоряжение на биржевую маклерскую службу, дает распоряжение, что акция номер такой-то, до акции номер такой-то хочу продать по такой-то, значит, или по соответствующей биржевой стоимости. IPO располагает там свои определенные системы. Я просто так сейчас импровизирую, но примерно это так будет происходить, например, по ставке на такой-то момент или там еще какие-то условия будут. Но дело в том, что IPO, вы же понимаете, что выход на IPO это достаточно сложный и дорогостоящий процесс, и до того у нас будет возможность потренироваться на внутреннем электронной бирже группы компаний Skyway. когда планируется седьмой этап развития Экотехнопарка. Значит, Иванов, Дима, вы знаете, по всей вероятности это будет после мероприятия, апрельского мероприятия, но в ближайшее время. Будем смотреть пока. Апрельское мероприятие это будет 23-24, будет в Экотехнопарке будет я для вас уже могу сказать, потому что я немножко знаю, готовится так называемый Sky EcoFest, то есть Skyway экологический фестиваль, который будет проходить в Мариной Горке. Люди смогут там посадить деревья, там будет конференция, вот, и впоследствии в этот первый день будет еще и круглый стол для инвесторов, представителей различных регионов, самоуправления этих регионов федеральных, каких-то с федерального, городского и местного уровней. Приглашенные будут они и для них будет еще отдельно круглый стол. На следующий день 24-го, это я очень укупированно вам говорю, да, будет проведена конференция для всех инвесторов Skyway Capital на городе Минск. А первый день будет происходить в Мариной Горке. Все мероприятия этого экофестиваля Skyway. Skyway будет же выкупать свои акции, это же будет уменьшать расходную часть. Да, в какой-то степени конечно будет, потому что смотрите, здесь, вот вы правильно сказали, здесь видите, модели есть у меня, я ее пользуюсь время от времени, когда об акциях приходится людей просвещать. Сегодня 1 доллар, одна акция, да, я инвестирую 1 доллар акции, извиняюсь, 1 доллар инвестиций, но получаю как бы залог, и я его использую сразу, акции на 300 долларов, то есть это если дисконт 1 к 300. В какого-то момента этот дисконт начнет меняться в другую сторону, и фактически в будущем, чтобы получить акцию в 1 доллар, мне придется заплатить 3 доллара, 3, 5, 10, 15, 100, 300 может быть, потому что адресные проекты будут разные, это мы сегодня говорим об адресном проекте, который касается Экотехнопарка, мы инвестируем сейчас, друзья, сюда, стоимость его расчетная 300, как я сказал, себестоимость реализованного проекта будет между 200 и 150 миллионами, но Анатолий Эдуардович говорит, и это фактически так, что идет процесс капитализации этих средств, предположим, не важно, там 150, 200 миллионов расходная часть будет бюджетная этого проекта, но как только он будет готов, Экотехнопарк, о котором мы говорим, то практически сразу же его стоимость станет миллиард 300 миллионов долларов, как это происходит, я приводил уже пример, повторюсь, кто не слышал, что это очень просто объясняется, смотрите, я или вы, или кто-то другой, или какая-то компания строит простой дом, расход, себестоимость строительства этого дома 100 тысяч долларов, но рядом стоят дома, они есть, смотрят, ага, этот стоит 300 тысяч, этот стоит такие же дома, и мы не знаем, какая там была себестоимость, но я, кто я построил свой за 100 тысяч, я знаю, что его реальная стоимость, так называемая себестоимость, 100 тысяч, а рядом стоит 300, 350, 500 тысяч, это значит, что я процессом строительства капитализировал свои средства, и продать, и так называемая балансовая стоимость становится моего дома, вернее, не балансовая, а рыночная стоимость сразу становится порядка 350 500 миллионов 500 тысяч я извиняюсь хороший дом 500 миллион вот а точно так же происходит с эко технопарка его оценка происходит вы скажете а где мы видим такой же как нет такого нету но сравнение с тем какая технология там сертифицируется можно сказать так что покупатель на если бы продавался это как то уже на такую сумму покупатель сертифицирующие технологию эко технопарк найдется и поэтому может найтись но продавать никто не будет а расчетно можно вывести что стоимость такого осенью значит дитя внутреннюю биржу skyway skyway gd и когда планирует открыть планирует вы знаете плане планирует а предполагают открыть во второй половине этого года во второй половине этого года это зависит от целого целого ряда обстоятельств вот расчетов и от поступления инвестиций но такой интерес есть и он необходим надо какое-то время до 2017 года опробировать и вы же понимаете что при выходе на айпио там составляется очень много документов и проводится полный аудит компании которые вывод чьи акции выводится вот этой компании да и таким образом кроме того оформляется большой такой you diligence называется на английском языке то есть полный отсчет внутреннего состояния и описание что за этим стоит описание привлекательности этих акций значит обоснованности там целый ряд всего и это все уводится и так называемым плюс пунктом является то что уже существует внутренняя электронная биржа делается отчет этой бирже он прилагается к пакету документов это уже очень большой плюс для тех будущих возможных инвесторов которые будут заинтересованы в этих акциях которые мы сегодня с вами друзья приобретаем но мы приобретаем с вами вот по этой логике здесь да и мы сегодня по желая того или нет выключившись в этот процесс переходим из состояния накопления я об этом говорил да когда мы с вами накапливали на книжках каких-то там я не знаю где как мои родители там бабушка дедушка да и я какую-то определенную часть жизни жил в режиме накопления что постараться что-то накопить вот а а сейчас мы начинаем вкладывать начинаем копирироваться и таким образом абсолютно в другой на другой уровень материализации своих средств переходим и это дает хорошую возможность до риски есть но эти риски каждый день дорогие друзья как бы материальные риски минимизируются сохраняются более-менее так называем временные риски если мы посмотрим по вертикали и по горизонтали временные риски это таковые риски что что-то будет на месяц раньше что-то будет на месяц на два на три позже как-то кто-то мне сказал давали матч что скорее всего будет позже да может быть позже но она будет это неотвратимо то есть процесс дорогие друзья становление новой технологии становление транспорта новой технологии он неотвратим и это мы с вами очень хорошо видим из того как только мы откроем с вами смотрите здесь значит на что если у нас есть протокол пардон протокол вот он протокол я вам открою этот протокол И мы его сейчас с вами посмотрим. Он уже известный, многие смотрели, я просто хочу обратить ваше внимание через призму моего восприятия этого протокола. Здесь это 16 протокол от 11 февраля нынешнего года. Он был на официальном сайте, сейчас официальный сайт закрыли, как кто-то знает, кто-то может быть не знает, потому что было нападение хакерское и много другой ерунды. Если понимаете, темные силы начинают активизироваться, но тем не менее. И сейчас он находится на так называемой отдаленной площадке. Можно смотреть этот документ, но он такой, какой есть. Важно то, что в нем. Смотрите, решили комиссия, которая рассматривала там другие разные вещи, вернее экспертный совет, а не комиссия, извиняюсь. Признать технологию создания грузовой, городской, а также скоростной транспортной системы Skyway инновационной. Повторюсь, для кого надо, для кого нет, просто пройдет информация. Что значит инновационная? Это значит, что эта технология может участвовать во всех проектах транспортного развития по России. Во всех транспортных системах, где только тендеры будут какие-то, это уже не надо доказывать, что у тебя инновационная технология. Она инновационная, с проектом, предложенным зао струнные технологии, должны считаться, и она является, она как бы имеет так называемый билет доступа в эти тендеры. И второе, что самое еще более ценное, это рекомендовать зао струнные технологии дополнительно представить проект использования предлагаемой транспортной системы Skyway применительно конкретным условиям эксплуатации. Что это такое? Это значит, что, дорогие друзья, давайте теперь рассмотрим, какой проект мы пилотно конкретному месту, конкретной территории, конкретном расстоянии, решение конкретных задач будем рассматривать. А дальше ходить Московскую окружную надземную трассу и радиальную трассу не надо ходить. Поэтому я могу прогнозировать вам в достаточной степени реальности, что будет, скорее всего, придется, видите, рекомендуется, настоятельно рекомендуется это сделать, и будет работа по пилотному проекту от 5 до 15, может быть, больше километров параллельно с теми процессами, с теми процедурами, которые будут происходить в Экотехнопарке в Марьиной Горке, параллельно будет строиться пилотный проект в Москве или в Предмосковье, вот в этой системе. Потому что там, да, было принято решение сначала решить все монорельсом, но я извиняюсь, вы посмотрите, какие стоимости одного километра в монорельсе и какова стоимость одного километра реализации в технологии SkyWay. Это в разы, в десятки раз она разная и экологические, и социальные, и прочие другие, и стоимости совершенно разные. Это одно дело построить, дорогие друзья, другое дело эксплуатировать. Вы же знаете, что жизненный цикл SkyWay 100 лет, причем минимизированы все возможные эксплуатационные расходы, то есть эту трассу не надо менять. Я уже говорил на одном из вебинаров, когда мы в Таллине, например, сравнивали с трамваем, то, скажем, через два с половиной года происходил скачок в сравнительных характеристиках. Через два с половиной года уже надо было делать там определенные работы по ремонту и пересмотру технического соответствия трамвайного пути. Еще с одной с другой технологией там еще быстрее надо было там каждые полгода это делать и так далее. То есть эксплуатационные расходы совершенно другие. Поэтому очень важно именно вот это постановление. Я считаю его очень существенным и важным. И тем самым риски начинают минимизироваться. Да, есть риск каких-то процедурных дел, но нельзя уже остановить. То есть плотина потихонечку открывается и поток новой технологии начинает заливать, если образно говорить, долину, жаждащую получить нового поколения транспорт. И начинать решать свои глобальные задачи. Я не буду говорить проблемы, а задачи по транспорту. А что раньше 2017 года продать акции невозможно будет? Ну не знаю. Внутри до тех пор пока не будет открыта внутренняя. Первая возможность, я вам прямо скажу, может появиться с того момента, когда будет запущен внутренняя электронная биржа. Да, тогда можно будет по какой-то внутренней, какая стоимость установится, можно будет продавать, покупать и так далее. Или уже в декабре после сертификации все-таки можно будет продавать акции. Дорогие друзья, у меня такое чувство, что я сейчас беседую с китайцами. Мое почтение китайцам, но я отталкиваюсь от анекдота, что у китайцев, когда у них очень плохо все шло, они сегодня посадили, завтра уже хотели собирать рис. Посадили помидоры, завтра хотели помидоры собирать. Понимаете, это как шутка дурацкая, но тем не менее. Поэтому, ну вы же инвестируете сейчас не для того, чтобы быстро сегодня положили, а завтра быстро содрали, отсюда что-то продали. Намного рациональнее, дорогие друзья, вложить и смотреть, когда, скажем, пойдут дивиденды. Кто-то спросит, сейчас задаст мне вопрос, я его как бы предугадываю уже. А когда дивиденды пойдут? А дивиденды пойдут, дорогие друзья, начиная, или вернее процесс обычно в таких вот проектах, процесс начиная от 3 до 5 лет. Это накопление капитализации, именно вот того, что стоит за этими акциями, капитализация. И тогда пойдут уже хорошие, мощные дивиденды, могут пойти. Я не обещаю, что пойдут, но могут пойти, теоретически, это реально. В таких проектах у нас есть аналоги. Смотрите, сколько занял проект тот же самый Apple. 38 лет, 36 лет. От момента, когда первые, значит, акционеры, 3 акционера там, по-моему, были, да? Один акционер свои 10% продал за 800, по-моему, долларов. Что потом миллиарды долларов обозначало через 38 лет или 36 лет, да? Вот. Ну, будет какие-то меньше, да? Сколько там можно будет продать? Ведь фактически-то мы инвестируем не для того, чтобы сейчас инвестировать по дешевке, купить акции 1 к 300 и тут же их продать. Может быть, кому-то надо будет, да? Можно будет это, естественно. Жизнь, она ставит свои задачи. Но более важно то, что мы с вами теперь начинаем, как бы, заниматься вложением. И поэтому мы вкладываем не для того, чтобы сегодня вложить, завтра выхватить оттуда, да? И куда-то там потратить. Да, если надо будет, это можно и нужно будет сделать. Но фактически это, я всегда привожу пример того вот, одного такого, как бы, информации, которую получил Арманс Мурниекс в Лондоне, когда там был семинар. И один человек встал или двое там их было, они говорят, наши две семьи пользуются сегодня благами, которые, как бы, очень мудро распорядился ими наш прадед. В 1911 году при строительстве подземки лондонской не было зарплаты выдать людям, да, рабочим. Им выдали заработную плату в акциях этой подземки, этой компании, которая это делала, с обязательством через месяц, когда поступят средства, обменять их на денежные единицы. И вот прапрадеда тогда хватило ума не обменять. Он как-то разрулил ситуацию и оставил эти акции. Так вот, уже человек, эти люди сказали, что уже второе поколение их, как бы, двух семей живут за счет этих средств, которые поступают. И все остальное, то есть они обеспечивают свои необходимые, как бы, расходы этими дивидендами, которые они получают, оплатив налоги. А остальное дальше занимается тем, что им, как бы, по душе. Не хлеб насущный зарабатывают, а занимаются любимым делом и тоже, естественно, зарабатывают на хлеб. Я опоздал, запись будет, да. И где ее найти? Я выставлю на чате целевые проекты. Там его можете получить. В конце будет адрес моего скайпа и можно будет, тогда я вас внесу в чат. Скоро я вам еще могу сказать такую хорошую новость, друзья, что у нас, как бы, чаты и, скорее всего, чаты, я пока говорю только от себя, я еще это не согласовал с Сергеем Сибиряковым и Алексеем Суходовым. Но мы являемся, как бы, командой RSV Systems Skyway Capital и рационально будет объединить и чаты, чтобы не шарить там по разным чатам. Мы это обговорим и вам будет об этом сообщено, чтобы люди четко знали, что если мы говорим про адресные проекты, то, скажем так, мы это все делаем вместе, командой. И вам будет тогда проще немножко. Вложение в будущее своей семьи. Да, правильно, естественно, а выставить в YouTube нельзя. Ну, в YouTube она и так есть, она будет в YouTube, она нигде в другом месте не будет, вам просто ссылку надо будет дать. И вы в YouTube ее, естественно, получите, ссылку. Олег, в этом проекте можно рассчитывать на дивиденды не ранее, чем через 5 лет. Но это просто бомба, кто принимает, конечно, что такое всего 5 лет. Да, конечно, Олег, я собрался с вами, действительно, я просто прогнозирую, что не ранее. Уже ощутимые дивиденды до этого не будут. Они будут уже с первого года, когда произойдет, скоро будет общее собрание акционеров, друзья. Вы же понимаете, что логика непростая такая, где-то, ну, скажем, за углом, что акционеры ежегодно, это такое требование, собираются и проводятся общее собрание. Компания делает отчет, и это мы все в Евразин, Рейлс, Кавей, Системс, Холдинг получим. Сейчас готовится, подготавливается аудит, это все будет доложено акционерам, и уже будут какие-то дивиденды, если они будут. Вопрос в том, что сейчас пока нет проектов, и этот проект одни только расходы. Поэтому трудно говорить об этих дивидендах, реальных денег, по всей вероятности, первый год, второй год, третий год. Будут какие-то поступать, но они будут поступать лишь только тогда, когда пойдут другие адресные проекты. Это так называемый триггерный адресный проект, то есть щелчок происходит отсюда, и мы видим, что этот щелчок уже произошел при презентации этой технологии в экспертном совете Минтранса. Я уже не говорю о презентациях, которые люди проводят на местах в различных регионах, в Красноярске, в Челябинске, в Уфе, где-то еще. Люди работают над этим, и эти триггерные моменты везде происходят. У чиновников начинает проявляться, что спасение их не идет, те, кто за транспорт отвечает. То все, дорогие друзья, поэтому очень серьезно все, и это пять лет, пять лет, да, да, и это очень серьезно, согласен с вами. Вот, Лариса, зря это вот так, 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 кто-то там, какая-то переписка у вас идет. Ну, пока нет вопросов, значит, пойдемте, друзья, дальше. Да, правильно, спасибо, что и вы поддержали, так скажу, что пора работать, как бы, мы работаем-то, друзья, и трудимся, и действуем на благо Скайвей. Отсюда наше благо, или от этого зависит наше благополучие и процветание. Будет процветать и процветать, а к этому все идет, идет Скайвей, следовательно, будем процветать и мы. То есть, видите, такой длинный разговор сегодня, и давайте сейчас я в завершение немножко расскажу тогда вам об привлекательности, о возможности обоснования, скажем, инвестиционной привлекательности адресных проектов. Хотя это очень сложная и длинная тема, вот, но уже шаг за шагом приходится обосновывать или, скажем, проявлять или обозначать привлекательность адресного проекта уже при составлении даже технического задания. При техническом задании составления там мы описываем, значит, или вернее мы что делаем? Это первый этап или первая стадия предпроектная фаза этого проекта, да, согласование региона или же трассы пролегания и маршрута. И трассы маршрута регион, регион пролегания трассы, это в городе какой-то район, или же регион какой-то территории, если это скоростная трасса или транспортная трасса, да, и маршрут этой трассы. И этот обычно рекомендуется, чтобы это вы все, как бы, обговаривали вот с центром консультации, с группой людей, которые пока являются, ну, как бы, костяком этого центра консультации. Это Сибиряков, я, Алексей Суфодоев, Влад Волков и еще другие товарищи или, ну, как бы, коллеги, которые сюда входят и прибавляются все время людей. Вот, мы в регионах, как бы, тоже работаем с людьми, которым объясняем, и тогда можно, они смогут тоже на месте помогать эту простую процедуру без лишних, как бы, отклонений делать. Кто это делает? Это делают еще раз, как бы, инициаторы и организаторы этого процесса. Да, например, может и не быть этой фирмы инициирующей адресный проект, но здесь дана такая модель, немножко, ну, как бы, удлиненная или усложненная. Ну, например, я просто приведу пример. Кто-то тут, один товарищ говорит, слушайте, я нашел инвестора, он готов сразу учредить управляющую адресным проектом фирму в каком-то там регионе, в каком-то городе, да. Вот, я говорю, хорошо, а ты где? Ты где будешь получать свой интерес? Он говорит, ну, мне обещают там что-то. Я говорю, извини меня, у тебя есть соглашение с этой фирмой? Нету. А моя жизненная практика показывает, что до того момента, пока денег нет, можно пообещать все, что угодно, ровно как и с акциями с нашими, да. А когда придет время денег, то, извини меня, тогда скажут, ну, да, ты тут был, был, ну, да, ты дал идею, но дальше-то я все сам сделал. При чем тут? Ну, ну, да, хорошие силы. Ну, ладно, мы тебя тут премию выпишем и все. Это разные вещи, дорогие друзья. Или же вы от 2 до 10% находитесь в компании, которая имеет управляющие компании адресным проектом от 30 до 50%. Представьте, что, ладно, 10% у вас. Если вы имеете здесь, значит, эта компания будет иметь здесь 50%, то, извините меня, у вас 5% от этой компании акций. Косвенно, не прямо, а косвенно, а посредованно через эту компанию. Если этой компании здесь нет, то вам очень трудно сюда вообще попасть. Да, я даже не сомневаюсь, что ЗАО струнной технологии сюда точно попадет. Без нее, как говорится, в рай не проехать. Без струнных технологий. Но тут тоже есть, она тоже прямо заботится о наших интересах. Она говорит, Анатолий Дарыч и люди, которые стоят за этой компанию, мы от 50 до 60% участвовать должны здесь. Почему такой процент? Потому что, если эта компания здесь участвует 50%, то, таким образом, эта компания сохраняет через эту компанию свое 30% участие в фирме, управляющей адресным проектом. Дальше. Компания ООО «Технополис Новый Евгень». Не обязательно эта компания. Она взята сейчас, она была организована. Ее функции. Это может быть любая, не любая, а региональная какая-то другая компания. В зависимости от того, как создается вот эта фирма, инициирующая адресный проект. Но этой компанией, и вот декларировав компанию «Технополис Новый Евразий», предполагается, что она будет выполнять так называемые организационно-экономические функции. Если организационно-технические и проектные функции выполняет зоостроенные технологии, она дает гарантии, что будут выполнены строительные определенные подрядные, генподрядные работы в этом адресном проекте в соответствии с технологией. И она должна за это. А эта компания обеспечивает, чтобы проект до стадии принятия решения инвестировать был подготовлен. Были бы все обоснования его инвестиционной привлекательности и так далее. И вопрос-то в том, что если умные люди здесь собираются, то инвестору можно этот проект значительно дороже продать. Но тогда надо будет вложиться и довести конкретный адресный проект до его определенной готовности. То ли с нуля начинать и говорить, что давай сразу входи. Тогда он входит на общих основаниях. Или же довести проект до определенной стадии и сказать, что ладно, 30% этого проекта сделано, теперь входи ты сюда, но стоимость, дорогой друг, уже другая. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как это считается, но тем не менее фазы входа абсолютно другие. Можно без нее, но можно с ней. Мы сегодня здесь разговариваем практически с людьми, с инициаторами и организаторами, так называемый инициирующим адресный проект или людьми, по крайней мере, которые примеряются к этому. Поэтому имейте это в виду. Это очень важно. Так, я потом Дима скажу вам. Вот. И дальше здесь начинается. И дело-то в том, что фактически здесь еще заказчик есть, или так называемое юридическое лицо, представитель пользополучателя. Ведь инвестор, он не пользополучатель. Он инвестор, он хочет получить прибыль. И все. Пользополучатель это какой-то город, городской муниципалитет, местное самоуправление, какой-то федеральный, государственный какой-то орган, в зависимости от того, какой объект. Или это может быть частная компания, в которой денег нет, но ей надо, например, транспортную трассу поставки руды на обогатительную фабрику организовать за 20 километров. Железную дорогу там вообще никогда не проложить, что-то еще не сделать, а это дает решение. Но денег нет. Но на обогатительную фабрику это можно было бы сделать, и это намного эффективнее, чем возить какими-то там, не знаю, большими машинами. И тогда приходит инвестор, он смотрит, рассчитывается проект, рассчитывается все. И пользополучатель получает этот объект через какое-то время, но его выстраивает, начинает бизнес-процесс работать, адресный проект реализуется. Все, как говорится, как говорила моя бабушка, все в шоколаде. Но для этого надо, друзья, правильно начинать. Это, знаете, как с ребенком. Это процесс, кажется, что простой, природный, до тех пор, пока все в порядке с детьми. А как только не в порядке, тогда начинают люди смотреть, и оказывается, процесс зачатия был не в то время, не в том месте, не теми людьми сделан. Поэтому, я извиняюсь за такое сравнение, но тем не менее. Поэтому, учтите, мои дорогие, что это надо делать. Так, я примеряюсь. Да, Таисия, примеряйтесь, это хорошо. Вы, значит, имеете свой потенциал, его не дооценивать. Не дооценивать, это хорошо. А как будет, если, я тут на вопрос еще подключаю, если они будут формироваться в пакеты после закрытия доступа в корневой компании. Ну, дорогие друзья, вы знаете, я вам скажу так. Что такое закрытие доступа? Вот я сегодня не буду говорить с кем, с очень большим человеком, но не с юницким разговаривал, да? Я говорю, ну вот давай объясни мне, что такое закрытие входа в корневую компанию. Вот я сейчас вернусь обратно. Что это значит закрытие входа в корневую компанию? Значит, это значит, что исчерпаны 60 миллиардов этих акций. Допустим, а тут я прихожу, или мы с вами, уважаемый, кто-то у меня спросил. Мы приходим с вами, говорим, слушайте, у нас такой проект, он просто идеальный адресный проект. Так что, GTI не найдет акций, что ли, для этого? Из 400 миллиардов найдет, абсолютно найдет, сразу найдет, как только мы с вами найдем сюда соответствующего, история не туда, не в ту сторону пошел, как только мы найдем сюда инвестора или инвесторов. А мы их найдем тогда, если мы правильно подготовим весь процесс. Поэтому забудьте про это опасение, что, конечно, в какой-то степени могут быть другие дисконты, но как только мы объясним или просчитаем, благодаря вот этим организационно-экономическим разработке финансовой структуры или финансовой схемы инвестирования или финансирования адресного проекта сразу же, или в процессе в этом выявиться, какими акциями, а мы будем всегда в этом участвовать. Потому что до тех пор, пока ЗАО «Струнные технологии» будет участвовать в этом деле, поверьте мне, любой проект сегодня, в первую очередь, открывает дверь, что есть технологии, и во вторую очередь, что есть механизмы, которые позволяют народным краудфаундингам, краудинвестингам инвестировать первые стадии, самые такие как бы сложные стадии проекта, предпроектные и проектные стадии. Когда инвесторы еще мечутся толком, не знают, они же ведь привыкли, как говорится, сегодня я уже как говорил, сегодня положили, завтра уже хотят два раза больше получить картошки. Так не бывает. Эти времена, дорогие друзья, отошли, ушли, все, бизнес, манки бизнес уже проходит. Поэтому забудьте про то, что не будет, скажем, акций, которыми можно будет распространять. Будут. И вход в крайнюю компанию, это такие, ну как бы, это пугалки в какой-то степени. Я бы об этом вообще не рекомендовал больше говорить. Будет разница в дисконте, будет. Поэтому пользуйтесь тем, что сегодня есть. А то, что акции вообще закроют, нет. Но мы, те, кто успели приобрести эти акции, мы будем, ну как бы, в привилегированном состоянии. Дальше тоже будут продавать эти акции, но стоимость их нет, будет другая, дорогие друзья. Понимаете, да? Но участвовать мы сможем. И мы будем смотреть на бирже, выгодно нам или невыгодно. Вот что, как только выйдет на биржу, вот тогда очень опасненько будет. Понимаете? И компания будет смотреть, то ли вам, малым инвесторам, то ли, тогда биржа будет этих клепать, этих инвесторов. На биржу выбросили миллиард акций. Эти этот миллиард тут же кекс и проглотили. Понимаете, да? Но биржа очень трепетно относится к будущим адресным проектам. Она берет компанию, но мы не имеем права выбрасывать на биржу те акции, которые стартовые для какого-то проекта. Они должны накопить определенный потенциал. И поэтому они переходят в другой режим. Но акции будут, не бойтесь. А как будет, если они будут формироваться в пакет после закрытия? Ну вот, я уже ответил вам. Ага, я поздно вошел, простите, я поздно вошел. Ничего страшного. Так, дорогие друзья, я должен вам сказать, что мы сегодня с вами активно поговорили о том, о сём, о важных вещах. Но последовательность и так называемое обоснование коммерческой привлекательности я только прошелся по прихожей этой темы. Потому что я вам просто могу на слух сейчас обозначить, что какие параметрами вообще оценивается инвестиционно привлекательность адресных проектов. Это окупаемость инвестиций, рой, такой есть коэффициент, отношение полученной экономической выгоды к объему инвестиций. Понимаете, да? То есть отношение полученной экономической выгоды к объему инвестиций. То есть мы сделали проект, получили, посчитали, какая у нас есть экономическая, какая есть социальная, какая есть экологическая, какие-то другие выгоды. Они рассчитываются определенными коэффициентами, но коэффициент общий, интегральный, есть математические, это отношение полученной экономической выгоды, конкретный, материальный. Он рассчитывается так называемый РОР или АОА. Далее есть доходность акционерного капитала, считается, чистая приведенная к сегодняшнему дню стоимость адресного проекта, это очень такой сложный расчетный коэффициент. Он учитывает так называемое дисконтирование денег в будущем. Допустим, мы проект построили, что значит через 10, через 5 или через 10 лет, те 100 или 1000 долларов, которые мы инвестировали сегодня. Это так называемый коэффициент чистый, приведенный к сегодняшнему дню стоимость адресного проекта, или одного инвестированного доллара или 1000 долларов. Далее внутренняя норма доходности, ставка процента, это так называемый внутри компании, считатель внутри проекта и так далее. Далее период, по истечении которого адресный проект возместит инвестиционные затраты, удельные затраты на единицу, например, там какой-то. Ну вот, как я уже говорил, что есть проекты, в которых вообще, допустим, трудно считать, где прибыль. Как вот в таллиннском проекте, я говорил, что там пользополучатели, он же заказчик, они же и владельцы. И они говорят, для нас бизнес не в транспорте, а для нас бизнес в том, как мы арендуем площади для офисов, для различных производств, для каких-то там в этом технополисе. И очень выгодно. И когда тогда мы посчитали, а сколько будет так называемые расходы составлять в одной единице оплаты одного квадратного метра этих площадей. Общая стоимость там от 5 до 10 евро за квадратный метр. Так вот, стоимость проекта, который там оценивался в 11 миллионов, почти в 11 миллионов, по распределению на все площади, значит, для тех, кто там будут арендовать, они будут платить только на 0,12, то есть на 12 центов больше. 5 евро и 12 центов, есть разница. То есть это абсолютно такая, ну, незаметная доля, но тем не менее они будут обеспечены транспортом внутри, будет уменьшено, а владельцы получат, кроме того, что мы не считали, это то, что они получат, или вернее, сохранят много площадей для строительства. Не надо будет там столько под какие-то другие там трамвайные пути или под что-то другое закладывать. Это решается значительно эффективнее для них. Вот такие вот, значит, как бы вопросы для вас. Есть еще у вас вопросы? Если друзья нет у вас, тогда я позволю себе сейчас поблагодарить вас. И, значит, пожалуйста, запишите, кому надо было, вот здесь есть скайп мой, постучитесь в Альдемар 13 и дайте мне заказ, что вы хотите в чат. Кто не даст, я просто автоматом всех, кто стучатся, перевожу в чат. А дальше мы будем чат объединять, как я уже говорил. Чат называется «Целевые проекты Skyway», куда я буду вас начать. Благодарю всех. На сегодня наш вебинар закончен. Желаю всем доброго вечера, где вечер. И удачно закончить трудовую неделю и подготовиться к 8 марта, к следующему трудовому периоду. А в России будут праздники. Поскольку я не услышу, я поздравляю всех с будущим женским днем, всех дам, которые сегодня участвовали и тех, которые не участвовали. Тем не менее, желаю всем процветания, благополучия и всего самого доброго. Крепкого здоровья вам и вашим близким людям. Строй Skyway, спасай планету. Всего доброго. Олег Алматы, я не знаю, как вас добавить. Постучитесь вот на этот скайп. Вальдемар 13. Понятно всем, да? Постучитесь сюда, я тогда вас идентифицирую и в чат занесу. Там раскакивает информация. Все, спасибо. Спасибо вам за ваши добрые пожелания. Всех благ и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok